Здравствуйте, дорогие зрители! Приготовили для вас мы немного новостей, так что запаситесь чем-нибудь вкусненьким и приготовьтесь послушать. Энрике Иглесиас познакомил слушателей с композицией под названием «Лока». И это одна из многих музыкальных тем, которая будет в его будущем в диске, которая называется «Tune the night up». Надеемся, что альбом будет пользоваться успехом о англоязычных слушателей. Музыка у него всегда сжигательная, так что если не для меломанов, так хоть для дискотек. Шакира сняла свои первые видео в Инстаграме и представила публике своего сына Милана. Фотографии Милана с суперкубком Испании показал фанам и Жерар Пике. Интересно, куда мальчишка решит податься? В футбол, как папа, или в музыку, как мама? Иухеньо Дербес празднует победу. Он впервые в жизни снял фильм и сразу же попал на четвертое место в США по результатам недельного проката. «Instractions not included» действительно стал успехом, потому что это добрый семейный фильм, будущий ностальгические воспоминания. Марио Симаро пал жертвой этих чувств и даже написал в Твиттере, что испытывает похмелье от этого фильма. «Воспоминания душат». А вот Диего Луна нарвался на убийственную критику в тех же Штатах. Критики обвинили его, что он играет сплошной мексиканский стереотип. Талантливо, но предсказуемо до зевоты. Эйса Гонсалес решила покинуть Мексику и попробовать себя на американском рынке. Девушка она красивая, не бесталантная, может быть и повезет. По крайней мере, есть же еще и Телемонды. Кстати, о Телемонда. Белла Каламедадес, наконец, будет показана в США. Не прошло и пяти лет. Ну что же, это приятная новость. Данна Гарсия будет теперь присутствовать на американских экранах вдвойне. И надеемся, что Белла будет иметь рейтинги нормальные. Потому что новелла, как прекрасная любовь, хороших результатов не показывает. А американские зрители не устают над этим шедевром насмехаться. Марлейна Фавелла может сыграть главную роль в новелле «Ла импастора». Банесса Вильелла будет там негодяйкой. А вот из мужчин называют Маурисию Очмана и Пабло Азара. Если Пабло вполне тянет на негодяя, то Маурисию в виде главного героя в паре с Фавеллой зрелище не для слабонервных. Как бы ни зашибло его Марлейни своей могучей грудью. Ходят слухи, что очередная жертва в это телевизы получила предложение от Телемонда. Это Лаура Сапата, которой закрыли телевизовские двери за ее длинный язык. Она успела обвинить президента Мексики в том, что он поколотил свою супругу Ангелику Риверу. Но, само собой, работа на телевизе резко не стала. А Телемонда тут как тут подбирает все, что упало и пропало с телевизы. Ацтека запускает новую новеллу «Омбрест нянки сэр» в главных ролях Ивон Монтера и Виктор Гонсалес. Что-то подсказывает нам, что судьба ее будет примерно такая же, как и у предыдущих новелл. То есть, практически никакая. Мария Фернандо Епис объяснила, почему так скоропостижно кончился ее роман с Ацтекой. Они не выполнили ни одного обещания, данного ей, в том числе, она не получила главную роль в очередной Ацтековской новелле. Мария Фернандо возвращается в Майами и о планах своих пока ничего не говорит. Забавная новость пришла с телевиза. Сальвадор Михе решил выпустить книгу по мотивам новеллы на Тампистад. Ну, раз никто не смотрит, может, почитает кто-то. Надо же бабло возвращать. Кстати, на этот шедевр уже есть пародия. Посмотрите, как стебается над главными героями Лилия Стефан и Рауль де Малино. Давид Сипеда сменил Себастьяна Ролли в спектакле «Запах гордыни». Он там же играл, но ушел, не вынося запаха носков Артура Кармоне. Опять же, Артура слишком громко крапел ночью, и Сипеда, делившись с ним комнату на гастролях, не мог ночью спать. Интересно, как там сейчас дела? Пап, стоят с носками и храпом. И последняя новость на сегодня слегка неприятная для поклонников всемирно известного сериала «Пассион де Гавиланес». Мунда Фокс и Аргас собираются снять очередной ремейк. И о чем они там думают? Почему надо брать шедевр и уродовать его? Михея могу поделиться передовым опытом. В Мексике его дерьмо смотрели с интересом, потому что не видели оригинала. В Штатах народ ржал, да, кулик? А в остальных странах сериалы снимали с показа. Ну, а на сегодня все. Ждем вас на следующей неделе. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok